Практическая психология 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 период для беременности в астрологии есть такие периоды когда женщина и пара не может забеременеть почему то есть в этот период женщина решает другие задачи то есть ей нужно что-то понять что-то научиться что-то сделать очень часто например идет к эта сфера бизнеса или каких-то определенных задач и когда женщина это решает очень плавно естественно приходит ребенок потому что как раз зачатие это инстинкт это приходит все очень естественно если идет напряжение в этой теме то как раз астрология может ответить на этот вопрос почему малыш не приходит на что нужно обратить внимание и соответственно сразу же отвечает на вопрос что нужно сделать чтобы забеременеть то есть вот это как бы для тебя такая дополнительная информация на основе которой ты уже смотришь как можно помочь что или иной например семейной паре то есть для меня это такая глубокая диагностика когда я вижу здоровье психологические особенности динамику развития семьи как бы знаешь приходишь ко врачу да и сначала тебя посылает сдать анализы всегда обследует обследует человека а потом уже приходят каким-то выводом и назначают например какие-то способы лечения так вот я хочу сейчас с точки зрения психологии проговорить что психологическое бесплодие это невозможность женщины зачать и выносить ребенка неспособность например выносить плод да и зачастую в общем то это бывает на фоне абсолютного здоровья то есть что происходит женщину врач смотрит да у нее все все готово к тому чтобы она могла стать мамой но почему-то беременность не наступает и для этого в общем то да это кстати присуще больше всего в исследованиях во всех пишутся что присуще женщинам но и у мужчин оно нередко встречается еще раз проговорим что это не физиологический процесс а именно психологическим сейчас вот именно об этом говорим да то есть физиологические мужчина и женщина чаще всего бывают здорово да и готовы к родительству чаще ты видишь какие причины этого психологического бесплодия причина может быть ну как сказать вот по звездам да не тот период если например все хорошо то есть пара должна забеременеть причина может быть или в психике то есть какая-то болевая зона не дает наступить беременности это может быть или страх или боль или какое-то очень травмирующее переживание но вот например когда женщина беременеет и теряет первого малыша не осуществляется случается выкидыш там через какое-то время организм восстанавливается она готова новой беременности но вот этот страз страх на глубинном бессознательном уровне он не дает наступлению беременности потому что женщина боится да потому что женщина нечто подобное опять да или там еще какие-то изменения ну или вот например у мужчин бывает такой страх что он боится что не сможет прокормить семью ну то есть ему кажется что он психологически не готов стать еще отцом да бывает такое хотя транслирует этому миру и свои например супруги там до своей партнершей о том что нет нет я очень хочу этого самого малыша и вот как раз методы психологии психотерапии они помогают прожить этот страх травмирующий опыт прожить и до конца отпустить и тогда как вот заново легко опять же легко естественно приходит беременность сейчас еще раз проговорим да вот у меня тоже просто есть материал да что вот и так причинами психологического бесплодия немножко так подведу негативный образ матери у женщины с психологическим бесплодием связывают дальше опыт безотцовщины то есть как бы когда например вырос выросла девочка там да без папы страх повторить сценарий своей мамы для своего будущего ребенка и остаться например матерью одиночкой очень большой процент вот такой да выделяют смерть одного из родителей в детстве и как бы получается что-то человек тоже боится стать родителем насильственный опыт в детском возрасте может стать причиной психологического бесплодия отсутствие формирования собственной половой идентичности да то есть как бы когда например женщина у женщины преобладают мускулинные установки то есть она как бы отыгрывает роль такого мужчины да и для нее вот это материнство это про что-то как будто бы не про ее природу дальше опыт всевозможных абортов замерзших беременности вот то о чем ты как раз говорила да то что переживает что может случиться что-то подобное и поэтому беременность не наступает хотя физически да женщина здорово дальше высокий уровень контроля над своей жизнью мы сегодня об этом тоже поговорим то есть когда получается что женщина боится забеременеть из-за того что она не контролирует там процессы которые происходят внутри нее дальше страх родительской некомпетентности вот я по крайней мере в практике своей именно вот с этим чаще всего и встречаюсь да то есть как бы и девочка и девушки и мужчины приходят с тем что я я боюсь что я не умею меня не учили быть мамой меня не учили быть отцом я не знаю как это вообще да и все разговоры о том что сейчас только литература вы можете почитать там что-то узнать они как бы не работают в этом отношении да еще очень большая причина большой процент психологического бесплодия нетерпимость к детскому поведению то есть это как бы не принятие вообще особей человеческих вот в этом детском возрасте да значит ну и всевозможные внутри личностные конфликты недоверие к супругу да в тоже вот об этом можно нам поговорить когда женщина может бояться что муж оставить ее с ребенком вперед беременности родов например там первых лет жизни и мы что самое удивительное видим это мы это видим и женщина это видит у своих подруг и конечно есть страшно да что этот сценарий может повториться у нее и это кстати очень часто бывает на бессознательном уровне когда женщина не может забеременеть и когда мы уже в сессии раскручиваем причина какая и оказывается что там у нее было пять подруг и все подруги сейчас матери-одиночки да то она не хочет быть этой самой шестой поэтому беременность не наступает вот мы сейчас сейчас просто чуть шире да озвучили для наших слушателей вот эти самые причины ну и в общем то давай наверное перейдем к тому что же женщина вообще чувствует в этот период значит дело сейчас тебя слушала и вот эти вот именно тяжелая ситуация мне наверно хочется рассказать вот про метод которому я сейчас пришла психотерапии существует много методов разные но сейчас я чувствую вижу результат именно метод гвозди терапия ну то есть что это то есть можно такая своего рода телесно ориентированная это телесно ориентированная методика но чем она отличается то есть вот существуют методики мягкие разговор например вот навык расслабления например прогулка по лесу баня то есть вот что помогает найти ресурс вот и существуют такие методы которые человека переводят нужно что-то преодолеть в себе выйти на другой уровень и вот это как раз такие методы как как, например, холодная вода. Такие провокационные. И в тот момент, когда, например, женщина хочет с этим разобраться, то есть, например, проходит год или два, она уже много что-то попробовала, и нет результата. Вот как раз почему сейчас работают гвозди. То есть она ложится на гвозди, происходит очень глубинное расслабление тела, успокаивается мозг. Это опять же про то, что очень сильный контроль. И то, что время, когда женщины очень умны, успокаивается мозг, расслабляется тело, и психотерапевт очень хорошо видит причину и помогает это из тела освободить, отпустить. То есть это может быть и боль, и страх. И вот как раз то, что ты сейчас перечислила, вот с такими именно тяжёлыми ситуациями, это практика, почему нам не нравится экономия времени и очень быстрый результат. Давай сейчас поговорим с точки зрения, что же женщина чувствует, когда она ощущает, что она не может стать мамой, да, и она не всегда видит врага в лицо. То есть она не всегда может признать, что она боится, что она не доверяет партнёру, что она себя прежде всего чувствует в этот момент неполноценной. Чаще всего именно так мы слышим из уст клиенток, что я как будто бы какая-то не до конца полноценная. Вот такое ощущение у женщины бывает. И я всегда в такие моменты говорю, что а может быть не до конца узнанная сама собой. То есть получается, что когда женщина сталкивается с проблемой психологического бесплодия, это про то, что надо себя узнать, надо себя исследовать, да. И вот здесь все, ну как бы в принципе, все, абсолютно все приёмы хороши. Научные они или ненаучные. Мы с вами понимаем, что часто, да, вообще эта проблема была, наверное, испокон веков. Да. То есть это как раз желание внутреннее, что она хочет малыша, и она его ведёт к развитию. То есть она глубже узнаёт себя. Опять же, про свои чувства, про свои желания. В процесс узнавания себя. Вот давай мы его пошире немножко раскроем, да. То есть как бы начиная всегда с позиции, вот какая ты здесь и сейчас. Какие методы ты используешь? Чтобы малыш пришёл? Нет. Вот когда женщина начинает себя познавать. Вот от старта, вот самый старт. Ну я работаю как тренер йоги через тело. Вот, например, если говорить про йогу, это тоже такой очень глубинный, мягкий инструмент, который помогает познать себя через дыхание, через упражнения. Вот как раз женская йога очень много направлена на расслабление. То есть на расслабление грудной клетки, на расслабление живота. Определённые упражнения, которые помогают поставить на место внутренние мышцы, корректируют работу внутренних органов. И как раз вот когда женщина через йогу, на самом деле что такое йога? Когда она закрывает глаза, и она идёт внутрь себя. То есть у неё успокаивается ум, успокаиваются чувства, и она идёт внутрь себя. И уже физика — это как последствия. Ну как? Смотри, великолепно мне очень нравится, вот именно такой хороший старт. То есть мы женщину из рацию, когда она всё время просчитывает, удобно, неудобно, время, не время сейчас менять свою жизнь, что происходит. Мы её возвращаем в храм её, в тело, где она заземляется, где она чувствует себя, ощущает вот прямо вот в этом состоянии «я здесь», «я сейчас». Это важное ощущение для современной женщины, потому что мы всё время где угодно, как угодно, с какими угодно грандиозными планами. Часто очень женщина боится, почему возникает психологическое бесплодие, она боится, а как же мои проекты, а как же мой бизнес, а как же там вот всё то, что я там сейчас контролирую, иллюзия контроля всегда меня очень радует. Ощущение такое, что мы контролируем всё, а на самом деле даже не можем контролировать иногда своё собственное дыхание и своё собственное сердцебиение. Итак, что мы делаем? Получается, что первое, мы определяем для себя, какие вообще возможные страхи у нас есть, то есть знакомимся с врагом, можно сказать, в лицо. Дальше мы пробуем понять для себя, зачем вообще я хочу ребёнка. Вот тут как ты работаешь? Ну, вообще, на самом деле, вот если так обобщить, то ребёнок приходит к счастливой женщине. Отлично. Очень часто, например, ребёнок... Сейчас многие женщины скажут, да ладно. Ну, например, даже вот в паре, вот я разговариваю, и вот чувствуется, что у них определённый кризис, то есть там, может быть, 3, 7, 10 лет, и они так ищут, так, чтобы улучшить. Ну, наверное, малыш, то есть придёт малыш и будет лучше. Или вот, например... Ну, опять же, мы с тобой прекрасно понимаем, что малышу кризис, не спасти. Или вот, например, я разговариваю с женщиной, она очень заработалась, она говорит, я так устала, я так хочу в декрет. То есть в этом случае тоже малыш, он не приходит как ценность, вот ценность ребёнка, что в семью приходит ребёнок, а чтобы отдохнуть. И вот тут получается истинное желание, должно быть истинное желание. И вот как раз я вот когда вижу, когда женщина счастлива, когда пара счастлива, они счастливы без всяких детей, то к ним очень легко приходят дети. И вот любое напряжение, то есть вот, например, очень часто женщина от недостатка хочет забеременеть. А когда, например, она счастлива... Она хочет удержать мужчину, да? Да, ну это как бы... Конечно, малыш на такую ситуацию не пойдёт. Да. Ну а если вдруг пойдёт... Ну это как бы сложно. То это всё будет очень сложно. Дальше. Следующий шаг такой, да. Хочу перестать зацикливаться на стремление забеременеть. Тоже бывают такие истории, мы их с тобой слышим не раз, когда семейная пара уже, они говорят, да, вы абсолютно здоровы, давайте. И вот здесь начинаются зоны конфликта, зоны уже... Потому что женщина бывает неврастенична в этой ситуации, она прямо требует, чтобы мужчина исполнял свой долг. Ну здесь вот очень мне, как астрологу, понятна фраза, и я говорю её женщинам, она очень успокаивает, что ребёнок, ребёнок всегда приходит вовремя. Всегда. Только он сам знает это мнение. А все остальные могут об этом не догадываться. И вот в этот момент, опять же, чтобы пришёл малыш, нужно расслабиться. Почему, например, вот расслабление, оно приходит после йоги, расслабление приходит после психотерапии, расслабление приходит после гвоздей, то есть расслабление и на физическом уровне, расслабление психики. Вот почему расслабление такой важный момент, потому что беременность контролировать нельзя. Почему часто пары уезжают на море, они выдыхают, расслабляются, тепло, солнце, море, расслабление, и малыш приходит очень легко. И я часто советую, если, например, вот нет возможности вот сейчас ехать в отпуск на море, есть вариант расслабиться, это баня, и греть ножки. Это вот тоже удивительный инструмент. Просто греть ноги в горячей воде, можно с солью, с аромомаслами, и происходит очень похожее состояние, как на море. То есть расслабляется стопа, расслабляются внутренние органы, приходит такое расслабление и уменьшается контроль. Отлично. Хорошие очень такие рекомендации. Дальше, что необходимо, какие следующие приемы можно, думать только положительно. Мне очень нравится эта фраза. Думать только о положительном. То есть, что бы ни происходило, да, мы тебя ждём, малыш. Да. Дальше, вот это тоже моменты. Знаешь, часто бывает, что женщина так сильно упирается вот в эту свою задачу, вот в это своё решение, она ищет разные способы. Вот, например, там, да, я читаю истории, например, «Сила веры». Тоже ведь работает, это тоже в своём роду чистом виде психология, да. Если женщина верит, она очень часто мне рассказывает историю, там, я сходила в крестный ход, и вот мне Боженька там дал, там, малыша, да. Да, и вот какое чудо там, да. Вот смотрите, этому чуду уже там пять лет, да. И я всегда говорю, вот если это работает, значит, для вас работает, значит, великолепно, продолжайте. Так Божьего может дать вам и второго, и третьего, и четвёртого. Да, надежда, это прекрасно, это работает, но здесь очень важный момент отпустить. То есть верить, в крестный ход сходить. Но не требовать у Бога ничего. Но не требовать. То есть если, например, малыш не приходит год-два, всё, это вовремя. И вот этот момент принятия, то есть вот ты формируешь своё желание мысленно, подключаешь именно чувственный план, что ты прям вот визуализируешь, как, например, держишь малыша на ручках, ты его держишь за ручку, заплетаешь, например, косички. То есть вот это чувственное, когда чувства соединяются с мыслями, вот это становится сильнее. И потом очень важно отпустить. Вот как раз сейчас, вот особенность времени, вот этот контроль, очень важно отпустить. Знаешь, вот и причём это нужно отпустить обоим людям, потому что часто бывает, мужчина, например, легко переключается, и он там уходит в какое-то хобби, ещё чем-то занимается, а женщина в это время остаётся в роли жертвы, страдалицы. И это, конечно, очень сильно ухудшает вообще межличностные отношения. И в практике мы тоже встречаем с тобой истории, когда люди как пара пытались забеременеть, у них ничего не получилось, и они в итоге, оттолкнувшись друг от друга, разлетелись как пара. То есть каждый ушёл в своё собственное плавание. И причиной, когда спрашиваешь, а в чём была причина, да, в том, что вот... В тот момент, когда вот у женщин очень сильное желание стать мамой, вот этот материнский инстинкт, он растёт, его можно не закрывать в себе, не переживать, а транслировать. Например, просто взять там племя, с племянником, просто нянчиться с детьми няней. Ну то есть это вот идти к детям. Очень часто, например, когда малыш долго не приходит, женщина начинает на малыша смотреть, что это вообще какое-то чудо-чудное, диво-дивное, и боится к нему даже подойти. Или иногда прямо так ранится, что у неё этого нет. Да, и мы видим вот эти вот истерики, мы видим вот эти истории, которые рассказывают даже мужчины, что там берёт ползночки, двоюродные сестрички плачут и нюхают, и плачут, и не могут её остановить. То есть бывают ведь такие ситуации, до крайностей. Вот как раз вот психологический способ убирать фокус. То есть убирать фокус на том, что есть. Фокус на том, что я здорова, я счастлива. Слава богу, весь муж. То есть смотреть... Который тебя любит. Да, смотреть, что там, например, есть квартира, есть работа, есть кошка. То есть именно фокусироваться на том, что тебя радует. Садить цветы. Да. И опять же, когда ты видишь малыша, просто идёшь по улице, видишь малыша, и нужно во Вселенную давать импульс радости. То есть радоваться за эту женщину, радоваться за семью. Да, а не наоборот, да. То есть посылать негативные вот эти мысли и чувства испытывать. То есть там зависть, да, и... Вот я расскажу на этот примерный случай был очень хороший. Пара, они не могли очень долго забеременеть, и она как раз от детей была очень далека. И вот мы поговорили, что надо идти как-то во взаимодействие. То есть у подруг детей нет, племянников никаких нет. И вот мы с ней договорились, что она купит маленькие игрушки и будет носить с собой в сумке. И просто подходить. В магазине плачет малыш, например. Его утешить. Просто в автобусе начинать разоговаривать. Для неё это было просто вот... Трэш. Трэш. Это было просто трэш. И потом она мне рассказывает, как вот она стала просто сначала садиться на коленки, смотреть на мир их... С их уровня, да? С их уровня. Потом, например, как-то с ними играть. Потом уже появился в поле ребёнок, у подруги родился, он стал приходить в гости. То есть вот эта тема детей, она у неё стала фигурировать. То есть она разрешила себе... Она разрешила себе. ...чтобы эта тема вообще появилась в её жизни, да? Да, потому что вот это возникающее искреннее материнство, когда рождается внутри, его очень важно не гасить в себе, когда оно становится плотнее, плотнее вот в такую боль. А вот это материнство транслировать. То есть это же можно и к детям, и к подругам. То есть вот это материнство идти в раскрытие. Причём мы помним с вами всегда о том, что у нас материнский инстинкт, если хотя бы заложен природой, то отцовского инстинкта в природе не существует. И мы его или в силах с вами развить, как женщины, да, и когда появляется ребёнок, или же наоборот сделать всё так, чтобы мужчина больше никогда не хотел стать отцом, да? И такие истории мы тоже с вами... Интересно, что вот отцовский инстинкт закладывается в первый год, когда малыш маленький. То есть когда появляется малыш, в этот момент очень важно мужчине на глубинном уровне убедиться, что его любимая женщина его любит. Всё хорошо. То есть она его любит, и вот эта любовь женщины, подкрепление, что всё хорошо, у него плавно начинает именно в первый год жизни формироваться именно отцовство. Или наоборот, ещё какая история. И мы слышим, есть всякие исследования, когда, например, у пары появляется ребёнок, и в это время женщина не проявляет в большой степени своего материнского инстинкта, мужчина у него автоматически, ему ничего не остаётся делать, как подключить, да, и он начинает через принятие вот этих постоянной помощи с этим ребёнком, да, вот тут как раз и стартует вот этот отцовский инстинкт. Почему мы прямо рекомендуем, да, и я знаю, вот, когда начитываю перинатальную психологию, прямо там красными буквами написано в учебнике, что с первых мгновений жизни ребёнка, папа должен быть в поле этого ребёнка, ни в коем случае мы не отделяем, он участвует, он купает, он кормит, он гуляет, он гладит, он успокаивает, он носит на руках и делает всё то, вот тогда есть шанс... Запускается. Да, правильно, грамотно запустить вот этот процесс возникновения отцовского инстинкта, да. Хотя есть в природе случаи, да, когда отцовский инстинкт случается, да, например, я знаю, у некоторых птиц есть такие, у некоторых животных, а вот нашим мужчинам не досталось с рождением это. Ну что, ещё один очень важный момент, это расценивать период бесплодия как возможность хорошо подготовиться к материнству. И вот что мы здесь можем с тобой порекомендовать? Прийти к внутреннему состоянию счастья. То есть именно вот заниматься своим саморазвитием. То есть малыш не пришёл снова спрашивать себя, а что я ещё хочу изучить, что я хочу понять. Здесь же, может быть, пойдёт какой-то цикл учёбы, новое направление работы, может быть, пойдёт путешествие с семьёй. То есть это время, оно с точки зрения звёзд и планет даётся для чего-то. И вот эта подготовка, то есть не то, что ты сидишь на диване и книжки читаешь, а это очень полноценная, счастливая жизнь. Причём мало того, что ты можешь ещё и улучшить вот в этот период, ни в коем случае не улучшить, а улучшить ваше взаимоотношение, да, потому что так-то мы все стараемся вдвоём воспитывать потом этого самого малыша, который идёт, выбирает именно вас. Хорошо, давай мы с тобой посмотрим с точки зрения, вот, например, давай опять-таки астропсихолога, да, как ты работаешь, что ты там смотришь, вот в этой натальной карте, когда к себе приходит женщина вот с этой проблемой? Ну, на самом деле, астрология, вот эта фотография звёздного неба в день рождения человека, она даёт очень много информации, то есть как человек мыслит, то есть, например, даже как информацию о бесплодии ему донести, то есть кому-то нужно образно, кому-то нужно очень структурно, только опираясь на медицину, то есть также, например, Венера отвечает за чувства, вот, например, как раз Луна отвечает за сферу материнства, то есть натальная карта, она раскрывает, как первоначально материнство в карте у женщины, чему, например, она должна научиться, почему малыш не приходит, потом есть определённые периоды, когда конкретно должна наступить беременность. Я даже проживала такую историю, когда очень долгое время тоже хотела стать мамой, и что я только не пробовала в этой жизни, разве что в крестный ход не ходила, и мне на консультации сказали, в 28 и в 38 лет ты станешь мамой, как вы думаете, сбылось это или не сбылось? Хорошая психотерапия сбылось, я в 28 и в 38 стала мамой, мальчик и мальчик, я очень счастлива. Ну, то есть вот, когда мне говорят, что всё это прошлый век, да, я всегда говорю, что, знаете, со времён царя Гороха у каждого из царей был свой звездочёт. И, наверное, мы тоже имеем право, ну, как бы прибегать к таким способам дополнительной информации, чтобы узнать о себе что-то, да, чтобы понять что-то о себе. Ну, и это в чистом виде хорошая психология, психотерапия, потому что когда тебе говорят, что вот сейчас настал период, который очень благоприятный для тебя, то, мне кажется, каждая клеточка тела твоего настраиваются на то, что счастье будет. Нужно просто расслабиться. Да, что нужно просто расслабиться. Сейчас такое удивительное время, когда астрология набирает обороты. Она сейчас становится очень популярной и практикоориентированной, я бы так вот сказала. Да, да. И я вот как раз в будущем вижу, что астрология, это будет как метод диагностики и в школе, и в медицинских учреждениях. А вот, знаешь, слышала такую историю, что вообще сейчас даже, например, спортсменов, которых отбирают на Олимпиады, да, периодически даже, да, смотрят, консультируют, смотрят, велика ли вероятность у него победить на том или ином соревновании или же не победить. Благоприятный для него этот период или неблагоприятный. Может, поэтому мы сейчас с тобой так смело разговариваем об этом на нашей программе, потому что видим, как она в практике работает, да, вот этот метод. Хорошо. Ну что, давай посмотрим, значит, с точки зрения, значит, астропсихологии мы с тобой понимаем. Какие ещё телесно-ориентированные методики ты используешь? Я использую сказкотерапию. Вот я думаю, что именно о сказкотерапии и ещё о других методиках, которые у тебя есть в арсенале и у меня при работе с психологическим бесплодием мы поговорим через несколько минут, а это программа «Практическая психология», мы прервёмся для рекламы. Практическая психология Это программа «Практическая психология». В студии сегодня у меня Мария Ручкина, перинатальный психолог, астролог и тренер по женской йоге. Маша, сегодня мы говорим о психологическом бесплодии, и в продолжении нашей темы вот давай уделим внимание методам, которые использует психотерапевт, психолог в своей практике. Ну, то есть я начинаю именно с диагностики. Это я смотрю как астролог на тальную карту, и как раз это для меня очень показательно. И я могу сразу очень о многом рассказать. То есть и благоприятные периоды, и особенности беременности, вынашивание, на что нужно обратить внимание в момент родов, это как раз такой срез. Вот. И когда, например, в карте видно, например, напряженные моменты, ну, например, чувство страха, условно, да, или чувство тревоги, или, например, излишний конфликт. А мы его, кстати, замечаем, да, то есть как бы тоже есть определенные исследования о том, что вот этим психологическим бесплодием очень часто как раз страдают пары, которые находятся в состоянии тревоги, да, такие обеспокоенные, да, такие своего рода невротики. И когда, как раз, когда астрология делает диагностику, дальше психотерапия помогает, помогает, как сказать, освободиться от этого. Вот я использую способ сказкотерапии. Давай расскажем про него. Мне очень нравятся расстановки в песочнице, то есть песок — это ресурс. И как раз вот все страхи, тревоги, напряжение человек, он выплёскивает через куколки, через куколки, через камни, через предметы. И ему становится это наглядно. То есть это как вот юнгианской песочнице, да? Да. Он создаёт свой собственный мир, и этот мир для тебя тоже как диагностика, и в то же время там случаются вот эти психотерапевтичные, такие, да, спонтанные осознания, которые человек, в общем-то, приходит сам к этим выводам и разворачивает свою историю жизни, да, свою картину мира. Это очень показательно, так как это человек видит перед собой, то есть вот он мысли, чувства, ситуации, проговаривая, он это выстраивает на песке, и это показательно не только для меня, но и для самого человека. И дальше психотерапевтическая работа, когда из любых болевых точек, зон, человек переходит в ресурс, или он видит, видит, как несколько вариантов выхода из этой темы. Отлично. Ещё в сказкой терапии каким образом работаешь, если не с песком? Можно использовать разные варианты карт, метафорические карты. Метафорических, да. То есть, опять-таки, человек сам сочиняет, например, это же девушка, которая живёт в ожидании материнства. Мы ей иногда предлагаем составить ту или иную сказку по тем картинкам, которые к ней пришли, например, из колоды ассоциативных метафорических карт, и она уже придумывает эту сказку. Эта сказка всегда бывает про неё, и, что скрывает чаще всего, она бывает с очень интересным и счастливым концом. Да, и вот как раз хороший способ — это игровой, ну, слой, игры, игры. Вот, и как раз в игровом моменте, когда идёт групповая работа, это тоже очень ценно. то есть кто-то, например, приходит из женщины, у кого уже есть малыш, кто не может забеременеть, у кого уже малыш взрослый, и вот этот взаимообмен бывает очень ценно. Да, кстати, насчёт игр, да, по-моему, есть игра «Мы ждём ребёнка», да, вот, прямо разработана специально психологами, и когда человек садится за стол, иногда играют семейные пары, да, тогда вот как раз наша бессознательная очень такой лёгкой, непринуждённой атмосфере исследует, что же происходит, почему же, например, нету малыша, да, как подготовиться к этой истории, каким образом её прожить, и вообще для чего тебе вот этот самый малыш, да, нужен. То есть вот так играем, приходя по полю, вы, опять-таки, исследуете себя, и чуть больше, чуть лучше узнаёте, что тоже немаловажно. Ну и вот, наверное, как раз это, если работа с психикой, то работа с телом, это вот именно йога-терапия. То есть здесь как раз женщина учится через дыхание, через работу с телом идти внутрь себя. Хорошо. Вот у тебя есть целая даже программа, правильно я понимаю, да? Расскажи, когда ты её разработала, сколько у тебя уже лет, сколько уже у тебя человек прошло через всю эту программу, потому что ты как перинатальный психолог, уже очень давно работаешь. Я на самом деле пришла в йогу 17 лет назад, когда я сама забеременела, и когда я готовилась к родам, я много читала, изучала, и я понимала, что нужно готовить физическое тело. Помимо питания, движения, изучения, анатомии, я понимала, что нужно что-то ещё. И вот в этот момент я глубоко заходила в тему йоги. Вот что такое йога? Это дыхание. Ну, то есть, это один из аспектов. Да, то есть, мы убираем вот эту идейную, как бы, да, религиозную составляющую, да, но оставляем самую суть. Да, и вот что такое дыхание? Когда женщина уже в момент беременности может расслабиться, может успокоиться. Опять же, это про тревожные пары, то есть, можно изучать практики дыхания, когда, например, почему малыш не приходит. Соответственно, если ты это дыхание практикуешь, у тебя формируется навык, ты его вспоминаешь в родах. Если практики до этого нет, в родах ты ничего не вспомнишь. Вот. И как раз очень ценно в йоге, вот в йоге, помимо дыхания, это все растяжки. То есть, это как раз растяжки, укрепления поясницы, тазовых костей. То есть, это как раз самая лучшая профилактика разрывов и растяжек после родов. Вот почему очень важно растяжки и физическая подготовка, тогда женщина становится уверенной в родах. И точно так же, если малыш не приходит, она идет в растяжке, она обращает внимание на живот, на брюшное дыхание, то есть, сразу же внимание из головы уходит в тело. За счет укрепления внутренних мышц у нее по-другому начинают происходить внутренние процессы, эмоциональное состояние, то есть, меняется состояние, и она меняется. То есть, йога это тоже путь. То есть, путь, когда, например, она идет внутрь себя через дыхание, через упражнения, через, когда она учится слушать себя, когда она закрывает глаза, и она идет внутрь себя. Мне кажется, это вообще даже про такую, знаешь, подготовку выносливости, что для меня немаловажно, потому что я вот, например, планирую, все время планирую только заняться йогой, что хотя бы один раз в неделю, потом думаю, нет, один раз мало, надо два раза в неделю. И я понимаю, что это тоже своего рода школа и развитие самой себя. Значит, йога, дальше, смотри, вот я правильно понимаю, ты иногда даже работаешь с парами, да, то есть как бы это тоже опять-таки работа с взаимоотношением в этой паре. Если мужчина идет, поддерживает женщину, да, на этом пути, я говорю, что вероятность появления ребенка умножаем на тысячу. Несколько раз. Да, потому что психологически для женщины очень важно, чтобы рядом был тот мужчина, с которым она спокойна, с которым она уверена, в котором она видит продолжение своего рода, да. Ну вот, наверное, вот опять же этот способ гвоздетерапия, почему я сейчас вижу ресурс, потому что время ускорилось, очень много задачность, и вот если, например, йога, это путь, то есть, например, месяц, два, год, постепенно, то есть сначала ты чувствуешь дыхание, смотришь, как у тебя организм реагирует на упражнения, то есть это очень плавно. Вот, например, гвоздетерапия, это такой сразу переход. То есть женщина, когда вот она готова, она себя немножко как будто перетаскивает этим методом, он очень сильный. Слышу тебя. Мне очень нравится в работе с психологическим бесплодием арт-терапию. Для меня это тоже такая прямо история, когда я вижу, как женщина, как её состояние меняется, и когда я вижу, что, это всегда звучит так очень волшебно, да, женщины пишут, мы с вами порисовали там, да, три-четыре раза, и беременность наступила, почему я не пришла к вам рисовать раньше? Конечно, когда женщина работает с психотерапевтом или с психологом с помощью метода арт-терапии, это опять-таки про внутреннее состояние себя, да, то есть она работает, прежде всего, со своим эмоциональным состоянием, она работает здесь со своими страхами, она, это такая огромная, огромная работа сама, ну, как бы самой женщины, иногда в арт-терапии великолепно работают и мужчины, да, когда вот тема отцовства, когда я боюсь... Тема нейрографики, шикарно. Да, когда я боюсь, вот, например, взрослый мужчина говорит, я боюсь не соответствовать, ну, как бы, ожиданиям своей жены, да, что я могу быть хорошим супругом, но я могу быть плохим отцом, потому что у меня, например, не было своего собственного отца, и я не видел, как бы, вот эту базу, вот этот сценарий, как это быть папой. И мы с этим родимся и рисуем. Есть ещё очень важный момент, очень важный момент, нужно найти своего проводника, своего психолога, своего астролога. Когда ты приходишь к психотерапевту, и ты понимаешь, что вот да, ты с ним... Я доверяю. Да, я доверяю. И уже, например, инструменты, которые используют психотерапевт, это уже немножко вторично, потому что, например, это же арт-терапия или нейрографика, у одного психотерапевта оно у тебя сработает, на другого ты, ну, как бы, оно не пойдёт. И поэтому здесь, опять же, очень важно чувствовать себя и идти именно к тому человеку, где у тебя есть отклик. Давай вот ещё проговорим на такой момент. Вот смотри, все способы использовали. Ничего не помогает. Гвозди. И такая пара решается на ЭКО. И сейчас это, в общем-то, мы видим огромное количество семейных пар идут именно в такое решение вопроса. И как бы мы их там где-то не отговаривали, да, как бы мы их не убеждали, они имеют на это право полное, да. И у каждого свой взгляд на всё происходящее. Вот я хотела бы от тебя услышать, как от астролога, как астропсихолога и психолога, что ты видишь во всех этих историях? И когда к тебе приходят и говорят, что мы вот хотим сделать именно таким способом, ты, появление ребёнка в нашей жизни. Я обычно всегда максимально отговариваю от ЭКО, потому что в момент ЭКО там очень много побочных действий, как у здоровья мамы, то есть нужно огромное количество сил, чтобы восстановиться. И здоровье ребёнка это очень под вопросом. Просто чтобы идти на ЭКО, эти два момента нужно очень глубоко изучить и понимать, на что ты идёшь. С точки зрения этической? С точки зрения астрологии это немножко вообще наезд такой на Бога, на Вселенную, можно сказать, вообще как гордыня. Потому что, опять же, вот приход ребёнка и смерть — это то, что определяет Бог. То есть природа, да? Природа. Это, ну как сказать, Вселенная, звёзды, да? И вот кажется, что природа вроде как говорит женщина, да? Нет, я не готова тебе дать малыша. Это тут как раз очень-очень тонкий момент диалога с Богом, ну то есть диалога со Вселенной. То есть всегда малыш приходит вовремя. Если беременность не наступает, здесь момент — принять, принять. То есть принять. Принять, что вот это самая идеальная ситуация. Отпустить и слушать. А что тогда нужно сейчас мне делать? И когда, а когда уже всё, семейная пара, да, не прислушалась? Кстати, вот а по натальной карте потом вот ты таких деток смотришь? Вот когда они, например, эко, эко. Что-то там, вот есть какая-то общность? Ну, есть. Есть, да? Есть тоже особенности, да, определённые?